Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня и я продолжаю серию видеороликов о фитофторе. Вот это уже будет третий выпуск и тема его причина возникновения этого заболевания. Я уже рассказала, почему я разбила на мелкие темы, на мелкие такие главы, потому что кому-то не надо, вот например, предыдущий ролик был симптомы заболевания. Но все-таки, кто предыдущие видеоролики не смотрел, я буду ссылку к каждому последующему видео размещать все предыдущие темы, чтобы вы могли все по порядку посмотреть. Это очень важная тема фитофтора и всем она пригодится. Вот причина возникновения. Откуда берется эта фитофтора? Ну, во-первых, мы все знаем, что чаще всего она возникает в конце лета, осенью, когда уже у нас погода такая сырая, дождливая. И всегда, везде мы слышим, везде мы читаем, что прекрасные условия для развития фитофторы – это влажность. Вот она любит эту влажность, и вот это и есть как раз причины развития. Или в теплице, когда влажно здесь, тепло она возникает. Или в открытом грунте, когда дождливая погода, когда осень. Вот смотрите, она может и в тех условиях возникнуть, может и в этих. Но главный для нее вот этот фактор – это влажность. Поэтому всегда нам говорят, что полив не должен быть ежедневным, не нужно разводить сырость, нужно делать проветривание и все такое прочее. Еще причиной возникновения фитофторы может быть вот именно осенью. Это такая резкая смена температур дневных и ночных. Когда идут дожди, когда туманы, когда вот эти росы, когда ночью холодно. Вот некоторые говорят, что у нас вот ночью прям роса, утром станешь холодная ледяная роса, а утром жара устанавливается. Вот это самые благоприятные условия для возникновения фитофторы. И конечно мы будем об этом говорить, что в этот период нужно делать прям регулярные, систематические обработки деревьев, растений. Если вы в таких районах живете, где именно вот эти росы, туманы, дожди, ночью холодно, днем жарко, не очень благоприятные условия для томатов, но это прекрасные условия для возникновения фитофторы. Это в открытом грунте. В теплице условия для фитофторы прекрасны и всегда. Мы весной когда высаживаем, и мы уже сразу, как сказать, мы уже сразу знаем и предполагаем, что здесь возможно возникнет фитофтора, потому что вот этот конденсат, который на стенах, если недостаточное проветривание, если вот поливаем мы всю поверхность грунта, и вот это вот испарение, сейчас вот теплая погода, например, если бы я вот эту дорожку залила всю, и тепло наступило, оно бы испарялось, вот эта влажность, вот это такие благоприятные условия, даже она холода ждать не будет, если влажное тепло, она все равно может возникнуть. Ну и, конечно, основной причиной возникновения фитофторы это являются остатки прошлогодних споров, вот этих грибных. Если в прошлом году у вас была фитофтора, и если вы не позаботились о какой-то профилактике, вот протравить грунт, может быть, некоторые даже меняют грунт, если у них такие эпигемии ежегодные в теплице фитофторы, некоторые не могут в теплице вырастить томаты, потому что фитофторы все сжирает. Тогда люди даже и грунт меняют. Вот все эти предпосылки, если у вас в прошлом году была фитофтора, то ждите, что возможно в этом году она снова будет, потому что споры прекрасно зимуют, и без дополнительных каких-то усилий с нашей стороны они не умирают. Еще есть такие, как причины возникновения, когда рядом высажены, например, томаты и картошка, у нас картошка тоже часто подвержена фитофторе, может принести фитофтору даже ветром. Вот некоторые смеялись в том году, что я говорила, что она заползет, если лист будет на земле, то фитофтора заползет на томат, но я так говорила образно, потому что заползет, это значит сначала на листике начнется вот это вот от мокроты фитофтора, потом она пойдет по стволу, и она полезет. Ну и все смеялись, спрашивали, что она ползать умеет, а одна женщина ответила, что она еще и летать умеет. И это действительно так. Споры вот этих вот грибков фитофторы, если у кого-то, например, на участке, на соседнем, или даже на вашем, вот картофель болеет, и в открытом грунте рядом томаты, дунул ветер, может принести и ветром. Как бы смешно это ни было. Вот на этих волосках томатных, и если вы не убираете растительные остатки прошлогодние, оставляете где-то в компостной куче, споры фитофторы прекрасно перезимуют, все это растительность перегниет, а эти грибочки останутся. И если вы удобрите этим компостом, например, свой участок, вы разнесете фитофтору по всему участку. Поэтому я всегда говорю, я никогда растительные остатки томатные не оставляя у себя на участке. Прошлогодние обязательно надо уносить, или сжигать, или вообще в мусорку выбрасывать. Даже если нет фитофторы. Потому что где гарантия, что тогда, когда вы осенью убираете вот эту вот свою ботву, стебли, листья, что она не находится у вас в инкубационном периоде, когда она уже есть на листиках, например, на стеблях, но она еще нам невидима. Ведь есть же и такой период развития растений, что она где-то на нижних листьях появилась, но нет еще пятна явно обозначенного. Или вы, может быть, просмотрели, оставив эти растительные остатки у себя на участке. Вот еще одна причина возникновения фитофторы. На будущий год она у вас обязательно появится. Сами они редко, когда умирают. Вот у нас сибирский регион, и мы часто надеемся на то, что промораживается вся эта земля, все это погибает. Да, патогенная микрофлора большая часть погибает, но несколько грибков спор может остаться. Никто не гарантирует, что без дополнительных обработок они у вас погибнут. Все о причинах мы выяснили. Это в теплице повышенная влажность, когда тепло и влажно, сыро, вот этот грунт залит, она возникает чаще всего. Потом на улице во второй половине лета, или даже, пусть это не вторая половина лета, у кого такие условия и сейчас, например, туманы, росы, дожди, перепады резкие ночных и дневных температур, тоже это причина возникновения фитофторы. Третья причина, это если в прошлом году была фитофтора, и вы как-то разнесли вот эти остатки растительные по всему участку, или в виде компоста, или просто не убрали, где-то они у вас лежали, и вот рассеяли вы все эти грибные споры, это тоже причина возникновения. Вот эти основные. И, ну, конечно, что советуют? Если у вас хотя бы раз была болезнь, вот эта фитофтора, конечно, все растительные остатки нам советуют убирать с участка или сжигать. Мы вообще в мусорку или на дорогу выбрасываем подальше от дома. Конечно, в теплице понижать влажность, но если уж в открытом грунте дожди и холод, и росы, и перепады температур, тут уж ничего не сделаешь. Тут нужны обработки жесткими фунгицидами. Дальше мы до этого дойдем. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это фитофтора. Причина возникновения.